Но вначале прочту текст Священного Писания из Евангелия от Матфея, 16 главы. Прочту с 13 стиха. Придя же в страны Кестарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоти крови открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Полагаю, что текст Священного Писания, который мы с вами прочли, наверное, все, в основном присутствующие, знают очень хорошо. Вероятно, даже могли своей стороны, неоднократно, может, прочитывая и говорить в церкви проповедь на эту тему. В то же время Господь расположил сердца братьев, рассуждая об этом общении, предложить эту тему. Тема «Церковь – это жемчужина Божьего создания». Я понимаю, что когда слова, которые, ну, как бы сказать, озвучены были в этой теме, они не написаны в Слове Божьем, а в то же время полны смысла «Церковь – жемчужина Божьего создания». Я бы сказал, что когда предлагалась эта тема, мы также, вот, рассуждая об этом, вот, братья, которые у нас, ну, преподают на библейских курсах, разрабатывая, могли также предложить подтемы, они сегодня будут освящаться. Но и в то же время я бы обратил внимание сейчас, когда прочел слова Господа Иисуса Христа с заданным вопросом, за кого почитают мне люди, ответ был дан. Полагаю, что ответ для них, который прозвучал, он, ну, как бы не составлял какой-то определенной трудности, чтобы дать ответ для них. Не было какой-то трудности. В то же время, когда прозвучал второй вопрос, «А вы за кого почитаете меня?», я понимаю, что этот вопрос, он был уже несколько сложнее. Все ли ответили на этот вопрос? Нет, конечно. Я бы сказал, Петр говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Я полагаю, что это исповедание веры. Который произнес апостол, вначале был ученик Иисуса Христа, апостол Петр. И я бы сказал, что исповедание веры, который произнес, это стало отправной точкой, с которой Христос начал строить свою церковь. Апостол Павел в определенное время также мог сказать такое слово в 1-м послании к Коринфянам, 3-й главе, 11-м стихом. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. В результате этого, я бы сказал, что сегодня у меня также возникли некоторые вопросы. Вопросы, которые побудили меня, побудили меня к размышлению. А кто же все-таки входит в это строение? Вопросов их очень много, разных вопросов. Один из вопросов, на который хотел бы обратить внимание, это то, что кто входит в эту церковь. Мы уже слышали, когда брат Валерий Васильевич говорил, Господи, хорошо нам здесь быть. То есть, другими словами, сосредоточение сделано там, где Христос, там, где явлена слава, там действительно очень хорошо. В то же время была также подчеркнута мысль, что Христос есть глава церкви. И об этом читаем, он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Но и в то же время, когда Христос говорил, я создам церковь мою, мы можем сделать вывод, что церковь принадлежит нашему Господу Иисусу Христу. И не только принадлежит, но она и управляется кем? Христом. То есть, форма правления церковью, это, я бы сказал так, теократическая. Поэтому, когда мы говорим об этой церкви, как жемчужина Божьего создания, я бы хотел вначале дать ответ, значит, кто же будет значиться в этой церкви. То первое, на что обращаю внимание, у нас должно быть ясное понимание, что в церковь входят только возрожденные люди через Духа Святого, но не просто какие-то религиозные люди. Почему я на это обращаю внимание? Сегодня я бы так сказал, что многие понимают, когда идет речь о церкви, представляют себе здание, ну, с позолоченными куполами, и, может быть, даже не по одному кресту должно стоять на этом здании. Вот такое мышление у некоторых, может быть, происходит. Хотя, благодарение Богу нашему, что здесь собраны не те, которые так представляют, я это прекрасно понимаю. Но в то же время, вновь подчеркиваю мысль, что не просто религиозные люди, нет и нет. Почему на это обращаю внимание? Вспомним, давайте, когда наш Господь Иисус Христос говорит Никодиму. Это был учитель народа израильского, учитель, который знал хорошо закон. И когда Христос сказал ему, тебе должно родиться свыше, скажите, как отреагировал на это Никодим? Как может человек, будучи стар, родиться заново? Как? Он этого не понимал. Христос ему дает некоторый ответ. Второй момент, я бы сказал, или вторая личность, которая также являлась особо религиозной, это Саввул, который знал хорошо закон. И я бы сказал, который также свидетельствует себе, что он был по правде Божией каким? Непорочным, да? Непорочным. Но и в то же время, в то же время, он гонит церковь. Но, нуждался ли он в рождении Духа Святого? Да, естественно, нуждался. Господь дал нам милость. В церкви у нас, мы рассуждаем о Троице. Это Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И такая мысль, которую пришлось выразить, что Святая Троица, она принимала участие в творении, то есть всего видимого и невидимого. Святая Троица также принимает непосредственное участие в спасении рода человеческого. И мы вот недавно праздновали праздник, День Пятидесятницы, Сошествие Духа Святого. И поэтому для нас имело очень важное значение и имеет по сегодняшний день это событие. И вот все мы одним Духом крестились в одно тело. Я бы задал такой вопрос. Братья, скажите, пожалуйста, что вначале? Крестились в одно тело или вначале происходит рождение Духа Святого? Что первичное? Мы прекрасно понимаем, да? Очень хорошо. Поэтому в этой ситуации, когда идет речь, мы говорим о том, что даже таких два особо наблюдачных человека, но они не могли войти в церковь без рождения от Духа Святого. И как я уже напоминал, что об этом говорил также Сам Иисус Христос. Сам Иисус Христос. Тебе должно родиться свыше. Я кратко хотел бы изложить, почему необходимо рождение от Духа Святого. Почему? Я укажу пока только три причины. Три причины. Первое. Возрождение необходимо для того, чтобы человек мог иметь духовное общение с Богом. То есть рождение от Духа Святого, оно восстанавливает общение с Богом. Если нам обратить внимание на страницы Священного Писания, то мы можем сказать по природе своей, мы унаследовали от наших прародителей, вот что мы унаследовали. Ефесянам 4.18. Были помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, были безбожники в мире, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. О какой смерти здесь идет речь? Если телесная смерть, я бы сказал, она означает, это отделение души от тела, а духовная смерть – это отделение души от Бога. Первое – это когда произошло, когда прародители наши, то есть Адам с Евой согрешили, и вот было сказано слово «в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Произошла ли эта смерть или нет? Да, она произошла. Адам стал прятаться. Не ел ли ты, когда Бог заговорил с ним, от плода, который был запрещен тебе? Ответ, конечно, был дан – жена. Жена говорит – змей обольстил, но результат, результат по сегодняшний день, он очевиден. То есть мы по природе, можно сказать, разорваны от жизни Божьей, произошла духовная смерть. Поэтому через возрождение человек переходит от смерти в жизнь с Богом. Это первая мысль. Вторая мысль. «Через рождение свыше исполняется завет данный через Слово Божие в обновление сердца у человека и исполнение заповедей Божьих». То есть, другими словами, какое произошло исполнение? Читаю 31 глава книги Пророка Иеремия, 33 стих. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Иезекиили 36 глава, 26-27 стихи. Такие слова. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы будете соблюдать и выполнять». Это пророческое слово. Апостол Павел добавляет слово в послание к римлянам. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Ефесянам, 3 главе, 16-17 стихом. «Додаст вам по богатству, славой своей крепко утвердиться Духом его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши». Или 1 глава, 13-14 стих. «Увервав в него, запечатаны обетованным Святым Духом, который есть долог наследия нашего, для искупления удела его, похвалу славы его». Оказывается, сегодня для нас очень ясно на странице Священного Писания раскрывается, почему необходимо это рождение от Духа Святого. Третий момент или третий факт, почему необходимо также рождение Духа Святого – это возрождение человека, необходимое потому, что оно является целью страданий Христова. Давайте посмотрим титул, 2 глава. «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Ефесянам 5, 27. «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». В первой главе Ефесянам мы можем также прочитывать 4 стих, 9-10. «Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в нем, в устроении полноты и времен, дабы все небесное земное соединить под главою Христом». Из 17 стиха. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную себя на небесах, превыше всякого начальства власти, и силы, и господства, и всякого имени, именованной только в семь веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во все». Я кратко назвал три причины, почему необходимо рождение от Духа Святого. Поэтому сегодня, когда мы размышляем об этой третьей личности Божества, мы можем сказать, что она кропотливо трудится. Мы можем сказать, что по сегодняшний день и Дух, и невеста говорят «приди», и слышащий да скажет «приди». Мы можем сегодня сказать, что Он производит в нас и хотения, и действия. Мы можем сказать также о том, что Святая Троица, она принимает активность.